Именно в такой постановке вопроса не будет, потому что любое действие имеет законное основание. Должна создаться инициативная группа. Эта инициативная группа должна быть зарегистрирована. Это не что иное, как дешевый пиар господина Додона. Потому что он заранее знает, что какой-либо юридической силы эти подписи не имеют. И существует еще какая-то опасность. А как будет использовать господин Додон эти подписи? Не появятся они под другой какой-либо идеей? А у нас такие примеры были. Эта инициативная группа не зарегистрирована. Мы за отставку Кирпака. Но на основании закона, не на основании шоу, пиара. Да, мы претендуем поднять вопросы. Законно. Законными методами. У меня появляется вопрос. А откуда у господина Додона, социалиста Додона, столько бабок для того, чтобы проплачивать столько дней людей на пиар? Да. Потому что, опять же, повторюсь, юридических оснований нет. Ему суд не дал выигрыш. Не в его пользу. Наоборот, нужно думать с законными методами. Потому что, когда нужно было голосовать за Тимофе, он там говорил про тест на государственность, что-то, про закон, про законность. А сейчас что, когда личные интересы, его интересы. Понимаете, в последнее время мы наблюдаем за такие дешевые шоу, вот таких личных, амбициозных таких проектов. Вот, господину Додону придумывать что-нибудь более умное, чем собирать подписи после того, как суд не зарегистрировал вот эту инициативную группу, не нашел. А, может быть, стоит подумать. Может быть, стоит подумать, что у нас в муниципальном совете 51 советник. И есть еще процедура, которая может быть использована. Я вас уверяю, мы ее используем. Что референдум можно инициировать голосованием именно двумя третями советников. Вот тогда я посмотрю на либерал-демократов, которые сейчас критикуют. За что они голосуют? За пожелания людей, либо за кучу воров. Вот я посмотрю тогда, социалисты как будут себя вести, или другие советники. А постоянно толкать в народ. Незаконные действия – это недостойно политику. Понимаете, люди подписываются. И я понимаю, почему. Я наблюдаю за реакциями людей, и люди говорят, нам надоел этот кирток. Но козырять или использовать в своих личных планах, зная, что это незаконные действия, эмоции людей, нельзя. Потому что это может обернуться против тебя самого. Я еще раз повторюсь. Где он будет использовать эту подпись? В каких делишках? В тех же делишках, которые зарабатывают деньги для того, чтобы платить этих активистов, которые сидят там. Я еще раз повторюсь. Политик, ответственный политик должен руководствоваться законными методами. Не рейдерскими методами, не рэкетом, не актерским шоу, а законными нормами. Где гласит очень четко механизм, где расписан механизм сбора подписей, сперва формирования инициативной группы, сбора подписей. Либо голосование в муниципальном совете двумя третями. Есть еще один способ. И за душой Киртака столько грехов. Я-то не вижу. Обращение депутата Додона в Генеральную прокуратуру на предмет возбуждения уголовных дел. Он же в предвыборной кампании обращался в Генеральную прокуратуру. Почему сейчас не обращается? А сейчас мы говорим, мы обратились и обращаемся в Центр по борьбе с коррупцией. Возбуждено два уголовных дела по факту, по дженерис-проекту. Я вам гарантирую, что скоро их будет 10. Потому что за свою деятельность господин Киртака только наворовал, что сотни уголовных дел не покроют его деятельность. Мы говорим это не для того, чтобы ради красного словца, ради красивого словца. Мы говорим это всем тем, которые находятся у власти, что рано или поздно власть меняется. А то, что они делают на сегодняшний день, это будет использовано против них же в тех уголовных делах, которые будут начаты и гарантирую вам доведены до конца. Потому что такого беспредела нельзя допускать. Такого воровства нельзя допускать. То, что делает господин Додон, и я этим заканчиваю, эту проблематику, он помогает Киртаку. Он его виктимизирует постоянно, вместо того, чтобы привести факты через средства массовой информации. Документации, так как мы делали по джинезис-проекту, так как мы делаем по незаконной приватизации по детским садам, так как мы делаем по незаконному строительству, он ему публично помогает, чтобы вот это идеологическое ядро встало на защиту своего мортира. Вот почему он хочет строить памятник трех мортиров. Это следующий памятник, который он предлагает. Это дядя, это племянник, и может быть поженится. Будут трое. Дядя, это племянник, и может быть поженится.